так здравствуйте дорогая публика вам может показаться что мы беседуем с еленой борисовны бояршиной на самом деле мы беседуем с владимиром алипу который выплатил просто его не видно слышно услышно если вы прислушаетесь да то в белом шуме сможет меня слышать да очень интересная тема будет рассказывать на владимир иванович будет нам рассказывать про магний а магний вообще-то такая наукоемкая тема потому что витамин d на днях тут развенчали оказалось не нужно его в литрами пить как пили значит любители зожи но магнито магнито нужно и всем назначают попить этот несчастный магний кто-то пьет круглый год кто-то пьют раз в месяц у меня были вот эти вот идеи пить магнии калий по назначению врача но я сразу от него сейчас очень дикая жажда я так много пью воды там по три литра в день а когда у тебя уже начинает ты начинаешь пить 5 и ну сам это значит теперь начинает бегать в туалет после этого магний калия такая думаю ладно переживем мы без ваших зожженных вещей может быть я не права расскажите я вот про магний единственное могу что рассказать это такой легкий металл кстати говоря горючий его использовали в лампах вспышках в старые добрые времена были даже такие лампы наполненные кислородом и там кусочек магния подается разряд бах он внутри кислорода вспыхивает и сгорает вот что еще было с магнием из магния делали легкие сплавы эти сплавами против случая сгорали был такой дизель который был построен для самолетов но вот после в первые годы после второй мировой войны и этот дизель но потом на самолет не не стали применять а на самолетах стали ставить турбореактивные двигатели а это было значит на катерах и вот в случае пожара на катере он полностью сгорал этот дизель оставались только поршни и цилиндры который весь потому что из магния был сделан блок цилиндров так еще по части биологии во первых магния это один из основных элементов жесткости в жесткой воде и второе вокруг магния строится молекула хлорофилла все что я знал я вам теперь говорит владимир иванович ну вот отлично спасибо за такое видение да действительно на самом деле магний он распространение только у растений но и животных и по сути он действительно выполняет в основном функцию помощника белков вообще интересно так это именно такой взгляд эволюционный на то что только что из себя белки представляют по большому счету многие из них такие как он например раз эти цитохромы в которых магний тоже там медь может присутствовать и многие другие активные металлы они по сути это такая вот эволюция попытка не знаю сохранить кусочек той среды в которой вообще все эти биологические системы когда-то появились зародились то есть можно себе представить что раньше этих металлов этих ионов в воде вообще в крови среде было гораздо больше и по сути там нашим предкам там первичным репликаторам им не надо было где-то искать эти ионы которые являются хорошими катализаторами многих химических реакций важно они просто всегда были рядом но время шло да и соответственно вот этих металлов становилось все меньше меньше и меньше ну и вот сейчас они по сути как не знаю какие-то такие волшебные камни что ли как у волшебников посохах как у гендальф он там засовывал себе кристалл они вот так вот находятся в центре каких-нибудь активных белков ферментов и этот большой здоровый конь белок он берет там два субстрата так вот подтягивают друг другу и там к ним рядом представляет свой волшебный камень магний железо медь и многие другие необычные такие элементы которые служат как их каталитический центр вот ну конечно да то есть собственно хлорофилл вот в нашем организме на самом деле магния не так уж и много да в целом вот на 70 килограммового человека примерно 25 грамм магния приходится вот причем на самом деле в основном магний содержится внутри клеток но заключаем наверное только этот какая-нибудь костная ткань вот причем внутри клеток магния он на втором месте после калия то есть его реально очень много вот значит он сильно выполняет какую-то важную функцию наверно для клеток и просто вот тот магний которые меряют в темпель магний который меряют в крови людям он составляет всего лишь в один процент может даже еще меньше потому что на самом деле один процент наверно все жидкости т.дт там и тканевую жидкости лимфу вот поэтому в реальности наверное еще меньше и тут на самом деле вот сразу у любителей померить магний там есть много нюансов то есть Например, несколько работ показали, что магний в крови не очень адекватно показывает состояние магния в организме человека. И поэтому есть более изощренные методы. Например, это, во-первых, мерить не просто магний, а соотношение магний-кальций в крови. То есть просто сам по себе магний мало что говорит, а вот его соотношение с кальцием, особенно чем его больше или меньше, может что-то сказать. Другой вопрос – это мерить его не в крови напрямую, а, например, мерить его внутри эритроцитов. Потому что если магний содержится, по большому счету, в клетках, то, например, в крови его уровень может быть нормальный, а в клетках он уже может быть пониженный. И тогда, соответственно, вот просто это будет такая скрытая недостаточность магния. Вот, ну вот интересно. Как прям сыпить и вот на любителям вот этими всеми полечиться батиками, что врачи-то они на самом деле ничего не видят. Съешь мапа, лежи, магний, да? Да, лучше, да, поэтому что? Поэтому, может быть, вот и пить магний-то, да? Вот, ну, на самом деле, пару слов про функции. Действительно, у него очень много функций. То есть он является кофактором примерно для 500 ферментов разных. В основном это, конечно, ферменты, которые связаны с обменом фосфора. Например, это ферменты синтеза АТФ и различные протеинокиназы. Кроме того, в целом, особенно в костной ткани, он нужен для правильной минерализации и формирования матрикса. Он участвует в транспорте кальция, калия. А матрикс? Для наших людей, кто не специалист в медицине, что такое матрикс костной ткани? Это как раз просто межклеточное вещество, которое и составляет, по сути, основу костной ткани, обеспечивает её прочность, эластичность. То есть это соотношение между органическим веществом, в основном это белок коллаген, и неорганическим, которое представлено в основном солями кальция. Ну вот поскольку магний регулирует транспорт кальция из клетки в клетку, поэтому, видимо, он необходим в этом случае именно для того, чтобы эта минерализация протекала так, как нужно. Ну и заодно он нужен для синтеза белков. Вот и так далее. Чтобы прямо увидеть, наверное, насколько он важен, можно посмотреть, что бывает, если у человека нет магния. Если у человека нет магния, то нарушается рост и деление клеток, нарушается обмен глюкозой и липидов, нарушается работа нервных и мышечных клеток, нарушается работа сердца, сосудов, нарушается работа даже иммунной системы. Ну и, соответственно, есть такой интересный синдром, называется синдром голодной кости. То есть это ситуация тогда, когда кость начинает слишком активно захватывать кальций из крови. Ну, считай, все голодную кость, по сути, кровь и кость, они представляют между собой такую взаимосвязанную систему. То есть если в крови мало кальция, то мобилизуется обычно из костей и наоборот. А здесь бывает так, что если у человека недостаточно магния, то кости начинают, могут начать из-за нарушения активности остеобластов, остеокластов в системе регуляции костной ткани и из-за нарушения активности в функции пара щитовидной железы. То есть это приводит к тому, что у нас есть, скажем, или всеобычные говорят, вот неплохо было бы повысить уровень кальция в крови. Может быть, нам нужно есть побольше витамина D, можно есть побольше кальция. Да, но у нас есть отдельная такая система гормон, парад гормон, который мобилизует, по сути, кальций из костной ткани, повышая его уровень в крови. Вот если его недостаточно, а его недостаточно как раз, когда магния мало, то есть магний нужен для синтеза этого гормона, то получается так, что весь кальций из крови начинает поступать в кости. То есть в крови кальций резко падает, это плохо, это гипокальциемия, но, соответственно, и нарушается минерализация костной ткани. Ну, такая вот страшная история. Ну, соответственно, наверное, это история про то, что магний действительно нужен. И в медицине даже есть такой термин, называется гипомагниемия. Это ситуация, когда вот у человека слишком низкий уровень магния в крови. Есть там разные оценки, но примерно это где-то 1,46 мг на децилитр в крови. Это, конечно, зависит от референсов в лаборатории. Вот мы выяснили, что не очень адекватно просто в крови мерить. Ну, давайте так вот просто скажем, у человека почему-то мало магния. И тогда что у него может быть? У него симптомы будут это стороны сердца, там боль в сердце, нарушение ритма, может быть, подъем давления, повышается риск атеросклероза. В нервной системе, там стороны нервной системы, это общая остыния, слабость, может быть, мигрень. Кстати, вот, да, действительно, при некоторых формах мигрень иногда может помочь магний. А мигрень какая? Головная боль или с вот этими глазными со спецэффектами? Ну, это, в принципе, все считается одной мигренью, да, просто одна с аурой, да, другая без ауры. Ну, считается, что вот, по крайней мере, при некоторых формах, если у человека есть гипомагниемия, то эта гипомагниемия может усиливать частоту приступов мигрени. Ну, соответственно, коррекция уровня магния в крови, она этому помогает. Но, опять же, здесь, как обычно, если у человека все нормально с магнием, то повышение дополнительного употребления магния никак не влияет, по сути, на симптомы мигрени. Вот, но, может быть, там даже какие-то неврологические расстройства, атаксия, например, то есть нарушение координации движения. Что же там? Ну, судороги или это с калием больше связано? Ну, судороги, да, судороги могут быть, опять же, да, из-за, опять же, того, что связано с обменом кальция. Это могут быть хорея, это может быть даже изменение личности. А хорея – это что? Я знаю только хорею Хантингтона, генетическое наследование заболевания. У меня был студент, у которого мама больна. Хорея Хантингтона, она его родила, он здоровый, он не носитель этого гена. Вот такая вот история. Только такую хорею знаю. Есть какая-то ещё хорея? Ну, вообще, хорея – это просто гиперкинез, это как раз отсутствие таких пониженных тонус мышц и непроизвольные движения различными участками тела, напоминающими такое, ну, как бы, когда человек сидит как бы на стуле, пританцовывает под музыку как будто бы, да. Вот, это, естественно, непроизвольные, вымученные движения своего рода, но они не стереотипные, то есть это то, что отличает, например, от тиков и других вариантов гиперкинезов. Ну, и, соответственно, они чаще всего говорят о том, что у человека есть какие-то проблемы с... Ну, там, это может быть нарушение в полосатом теле, там, нарушение в холенергической системе. Ну, они могут сами наблюдаться при широком спектре разных расстройств. Например, самое популярное, наверное, в эпидемиологическом плане – это хорея после ревматической лихорадки. То есть ревматическая лихорадка сама по себе, она вот имеет как неврологический симптом хорею, и, соответственно, у человека может потом вот эти какие-то симптомы хореи сохраняться надолго. Сейчас, может быть, это эпидемиологически как причина хореи что-то сместилось, да, ну вот, да, то есть просто хорея Гентингтона – это хорея, которая является симптомом более тяжелого разрушения головного мозга, да, там, который не в такой мягкой форме затрагивает только экстрапирамидную систему, вот затрагивает там и... Вот хорея Гентингтона одним из первых симптомов считается это именно нарушение личности, то есть еще до появления там всяких плясок, гиперкинезов, еще там человек меняется, то есть он становится там более неприятным, таким тяжелым, отпускает какие-то пошлые шутки, вот странно себя ведет, принимает неадекватные решения, и это связывает с нарушением и повреждением лобных долей как раз вот в начале самого этого заболевания, но потом уже, да, потом появляются гиперкинезы, и вот очень быстрое такое неуклонное развитие этого заболевания. Вот, да, ну вот это вот, это может быть, соответственно, симптомом гипомагниемии, да, именно вот это, в данном случае это вот именно как симптом, то есть вот астения как симптом, нарушение чувствительности как симптом, гипомагниемии, то есть не как заболевание, да, именно вот как симптом снижения уровня магния, вот. Ну, соответственно, в том числе в крови у человека при гипомагниемии может быть повышение уровня глюкозы, снижение калия и снижение кальция. Но опять же, потому что кальция будет, скорее всего, уходить в кости или выделяться почками. Ну и, соответственно, это все очень неприятно. То есть можно сказать, что недостаток магния в целом он приводит и бьет по всем системам человеческого организма. Все становится плохо. Но здесь остается открытым вопрос. Во-первых, у большинства людей нету все-таки гипомагнимини какой-то. Это очень тяжелое заболевание. И оно, как правило, случается, если у человека есть какие-то следующие проблемы. То есть, например, это заболевание кишечника. Это может быть какая-то долгая непрекращающаяся диарея. Ну, кстати, у пациентов с ВИЧ-инфекцией, к одним таким из патагномоничных немножко в каком-то смысле симптомов, это является такая вот долгая диарея, которая длится месяцами и не проходит. То есть, без всякой температуры, просто вот что-то диарея. И она никак не заканчивается. Панкреатит. Опять же, потому что нарушение, по сути, всех этих процессов пищеварения. Это различные воспалительные заболевания, типа болезнь крона, специфический язвенный колит. Вот. Потребление большого количества алкоголя. Это заболевание почек. Да, это вот с алкоголем. Это прям да. Ну, и там же плюс еще все это дополняется, что там изменение мигрени. Да-да-да, это у меня у знакомого была история с... Ну, в общем, с дефицитом магния довольно сильным. Там он любитель был откушать алкоголь, а потом решил прекратить и залег в больницу восполнять дефициты, как сейчас модно говорят, да. А прокапаться, да? Да, прокапаться. Ну, это как бабушки тоже. Некоторые любят там лечь в больницу, просто прокапаться. Вот. Ну, очень интересно. Знаете, что это приятно? Потому что я в этом году первый раз пережила три капельницы. Я очень сильно отравилась, и вы меня лили физраствор. Вы знаете, как вообще ничего прикольного лежишь, в руке какая-то дрянь, ну, неприятненько, но как-то прям вот и долго. То есть ты минут пятьдесят должен лежать. Вот прям... Вот кошек наших регулярно лечат капельницы. Вот они орут у нас. Здоровая тиграша поет и вопит. Чего вопить не понимаешь? Бед, ну, конечно, коты не любят прокапываться. Ну, коты, да. Они что, бабушки, что ли? Да, они что, бабушки. Нет, кот спокойно прокапывал. Вот некоторые не любят, а кот наш спокойно воспринимает. Ну, это, мне кажется, какая-то особенность, да, особенность какого-то магического мышления, что вот там типа полежать, там как бы очищение, какой-то организм, ну, знаете, как это все детоксы, да, то есть там человек лежит, и в него что-то волшебное вводит. Вы же понимаете, вы же знаете, историю с магнием рассказываете. Это как раз все вот эти любители идеи горявого кишечника. Они сейчас просто понеслись, не досмотрев нас, понеслись в магазин за магнием. Ну, да, да, да. Бутылками, банками, я не знаю, с чем там его едят, да. Ну, вот может быть достаточно, да. Если они уже бросят пить, уже будет неплохо. Да, но на самом деле чаще всего это все-таки заболевание почек, то есть это потери, по сути, магния, получается, да, с почками, с мочой, вот, потому что это важный регулятор вообще водно-сырьевого обмена, там и кальций, и калий, и натрия, и магния в том числе. Вот, и, соответственно, это различные более необычные ситуации, то есть, например, это прием препаратов, вот, длительный прием аминогликозидных антибиотиков, да, аминогликозидных, да. А это что такое аминогликозидные? Стрептомицин, там, или как там, ганомицин, вот такие. То есть, ну, у них там вообще… Аминогликоль – это что-то с сахаром связанное? Аминогликозидные, ну, там, собственно… Аминогликозидные – это самое NH там, вот это соединение. Да, NH2, но там, соответственно, и гликозидный, значит, там какой-то углевод. Я, честно говоря, не помню конкретно химическую структуру. Сейчас, может быть, я вам скажу. Ну, это, да. Ну да, то есть, это амин прикреплен еще, очевидно, к какой-то белковой молекуле, да? Потому что антибиотики есть белки. Сейчас я вам скажу, сейчас, химическая формула. На самом деле, некоторые бывают просто молекулы. Да, это, скорее всего, даже не белок, Борис Сергеевич. Сейчас, скорее всего, да, это производные гликозамины просто, да? То есть, по сути, как будто молекула глюкозы, которой вместо одного гидроксильной группы засадили аминогруппу. Да, вот. Да-да-да. То есть, они такие попроще. Ну, у них, на самом деле, есть свой спектр побочных эффектов неприятный, да? То есть, например, они, несмотря на то, что они бывают эффективны против некоторых заболеваний, например, они в том числе входят в препараты выбора, там, при лечении туберкулеза, да? Вот. Но у них есть проблема в том, что они могут, например, воздействовать на слуховой нерв и вызывать глухоту, да? Поэтому там... Кстати, да, это один из историй, реальная тема. У меня был знакомый, который начал пить антибиотики, у него они вызвали именно вот эти вот. Я вспомнила глухоту, он приехал в больницу, там очень была целая, в общем, целая история. Я уж не помню, там вроде у него вернулся слух, но я не знаю, он может там и с концами пропасть вот с этим аминоглюкозидом. Да, да, конечно. То есть, там опасно именно в том, что он... Они именно нейротоксичны в этом плане, то есть, это будет именно такая нейросенсорная тугоухость, и это очень сложно как-то потом скорректировать, что-то с ней сделать. И самое интересное, что есть капли с аминоглюкозидами, да? Вот. И там... Я знаю, у меня были про знакомые, которые в уху себе капали их. Вот я когда об этом узнал, я сказал, вы что, с ума сошли? Но там на них по ей написано, да, что это не надо делать, да? Ну, вот, как бы, это как бы из разряда вредных советов, да? Прям капать себе аминоглюкозидов. Пожелайте вашему врагу, которого вам не жалко, да, называйте? Да. Да, 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 да. Вот. Да. Ну, на самом деле, поскольку вот они бывают, часто входят в препараты второго, второй линии терапии многих заболеваний, широкий спектр действий, там, они действуют на какие-то вещи, на которые другие не действуют, да, вот. Это тоже может приводить к гипомагниемии. Есть еще там различные препараты, типа, например, ингибиторов протона и пумпы, там, амепрозол, пантопрозол, вот они тоже могут приводить к дефициту магния. Это могут быть диуретики, например, там, фрусимид, ну, особенно петлевые, там, тиозидные диуретики. Ну, и различные там более сложные препараты, которые вряд ли касаются наших зрителей, например, там, химиотерапевтические препараты, там, цисплатин, циклоспорин, токсимаб. Ну, там, хотя бы, мне кажется, людям говорят, что у них такое может быть. Я имею в виду про химиотерапию. Там хоть как бы граждане себя, ну, я надеюсь, что у нас граждане себе не самоназначают химиотерапию, хотя я уже в этом не уверена, что нет такого, что кто-то решил прокапать химию полечить, условно. Да, да, ну, то есть это, это на самом деле, действительно, действительно уже сейчас не знаешь, чего ожидать от людей. Да, ну, надеюсь, что все-таки у нас не такие зрители. Вот. Значит, еще, на самом деле, добавки с цинком. Показано, что если человек получает много цинка, особенно в виде добавок, то это может провести гипомагниемию. Это довольно забавный факт, на самом деле, потому что обычно вот когда люди что-то там рассказывают про то, что надо пить, они обычно все мешают в кучу. Даже Брайан Джонсон, тот знаменитый вот миллионер, который много чего там, всего намешивает и сразу все принимает, он не учитывает очень важные вещи, это вот именно взаимодействие между препаратами и с собой. Мы слышали историю про Брайана, нашего Джонсона, собрался, значит, наш бессмертный, значит, дедушка на какой-то музыкальный фестиваль, вышел на танцпол и ножку сломал, лодыжку, доплясался старый, а ему-то вообще-то он не такой старый, ему-то вообще-то сорок, ну, там, пять, по-моему, но то есть это не тот возраст, когда должно быть такой. Блин, да, да, что-то, что-то там, наверное, у него, он же любит, там, говорит, что ее там эрекция 95-й перцентиль там 20-летних, там, еще что-то, вот что-то, видимо, плотность костей у него не очень-то, да, не очень-то высокий перцентиль. Да он мог себе его, так он же еще какие-то что-то там ест, как-то так очень чудное, посмотрела, ну, какие-то там, типа, веганские слизь какая-то такая, ну, ну, может быть, несчастный случай, знаешь, как-то, артисты балета тоже ломают ноги, хотя, понятно, дело, они делают это каждый день, свои эти упражнения, тут, тем не менее, ломают, ну, вот он тоже взял, сломал случайно, на грехмастера нет. Нет, ну, он не артист балета. Ну, конечно, Борис Сергеевич, с одной стороны, прав, но мы же, как бы, понимаем, да, что осадочек-то остался. Осадочек, да. Да, уже, как бы, уже, уже не расскажешь такое, что такое, там, наверное, вы эти... Костя, вот, значит, прям мощь, сила, и вот как вцепился, и вообще там не разгрызешь, вот, кость, а она, оказалось, ломается, да. Да, то есть там, я бы на месте там каких-нибудь скуфов таких американских, я бы записывал такие тиктоки, флешмоб, где я бы танцевал, просто прыгал, скакал бы, бил там себя палкой по ноге, по лодыжке, и показывал, что у меня все нормально, а потом шел пить пиво с бургерами, вот. А там есть такой чувак, который там, да, любитель залезть на какой-нибудь сарай оттуда прыгнуть, он там, ну, вот эту гибкость тренировки с собственным весом, он выглядит так довольно, ну, в общем, обыкновенно, но, конечно, впечатляющий, в общем, Юркий, я ему, вот, ему я завидую, в отличие от Брайана Джонсона, вот, ну... Ну, вот я бы, как бы, на их месте такой, типа, и тегал бы этого Брайана Джонсона, чтобы он такой, типа, привет, Брайан, как дела там с твоей программой, да, как там, как там твои остеобласты поживают, как там твой плотность костной ткани, да, ну, на самом деле, это реально патологическая история. Это для женщин больше характерны такие темы, потому что у нас же там раньше, ну, там, типа, начинается, ну, всякие любовь к диетам, вот, и охрупчивание костей, а для мужчины все-таки реже, мне кажется, склонны к таким вот переломам. Ну, на самом деле, очень сложно себе представить, да, то есть, как это, что нужно сделать, чтобы реально сломать себе лодыжку, вот, ну, хотя бы это не шейка бедра, да, то есть, когда шейка бедра себе сломает, тогда вот мы уже реально можем сказать, что, Брайан, пора бы тебе что-то поменять в своей жизни, может быть, выгнать своих врачей. Ну, кстати, интересно, там, наверное, врач его, который там, не знаю, сидит на зарплате и якобы там подбирает ему идеальное лечение, он, наверное, там со стула упал, когда об этом услышал, тоже себе что-то сломал, потому что его... А потом напишет диссертацию, как бы, опыты на живых людях, вообще, насколько, вот этот вопрос для будущего их этиков, насколько этично ставить такие эксперименты на людях добровольно, вот там раньше все про доктора Менгеля говорили, которые недобровольно это делали, а вот на глупых людях, которые недобровольны, так еще вам деньги за это платят, насколько это этично делать? Вот, мне кажется, что не совсем этично. Ну... Может, мы опять вернемся к магии? Да, да, ну ладно, да, да, ну давайте про магию, в общем, да, это просто вот люди, наверное, если с одной стороны, я думаю, что у наших зрителей, там, или, может быть, тех, кто только присоединился и все еще там, как бы, хочет заниматься всяким биохакингом, там, что-то все вкалывать, проходить капельницы, что-то ёкнуло после этой истории, вероятно, они хотят быть похожими на Брайана Джонсона, в этой ситуации. Ну, собственно, да, вот, и, конечно же, это больше касается, там, совсем подростков и пожилых людей, потому что у них тоже может наблюдаться, ну, подростков из-за активного роста, соответственно, пожилых людей уже из-за того, что просто снижено всасывание этого магния в кишечнике. Ну, и вот, соответственно, теперь главный вопрос. В каком виде должен приступать в кишечник, чтобы всасываться? Значит, мы про это... Понятно, что из хлорофилла, очевидно, он не всосется. Да, то есть, ну, мы вот про это поговорим еще, Борис Сергеевич, это я оставим, скажем, на то, как его нужно пить, нужно ли его пить, вот, и как его нужно пить. Ну, вот я хотел еще сказать пару слов по поводу того, что действительно ли несколько магния вызывает какие-то болезни. Вот, значит, ну, здесь вот два подхода есть, и во всех, конечно, есть огромное количество недостатков. То есть, первое – это просто сравнивать людей здоровых и больных и смотреть, что у них там с уровнем магния. То есть, ну, например, мы берем там людей, у которых есть артериальная гипертензия, и тех, у кого нет артериальной гипертензии. И смотрим, у кого, что там с уровнем магния. И вот оказывается, что у тех, у кого артериальная гипертензия, у них в целом уровень магния в крови ниже. И то же самое для сердечной недостаточности, для сахарного диабета второго типа, серпоидно-клеточной анемии, синдром поликистозных яичников, эпилепсии, УКР, депрессии, болезни Паркинсона, ишемического геморрорического инсульта, рака предстательной железы, хронической болезни почек, бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Ну, с одной стороны, как бы неискушенный человек может сказать, ну все, значит, понижение магния вызывает все эти страшные заболевания. Но с другой стороны, во-первых, здесь может быть обратная причинно-связная связь, как, например, при хронической болезни почек. То есть очевидно, что если человек почки просто теряют и не могут обратно реабсорбировать ионы определенной жизненной вагнии, в том числе магний, то человек будет их терять. Это не недостаток магния вызвал болезнь почек, это болезнь почек вызвала недостаток магния. Ну и с другой стороны, там, опять же, огромное количество других, может быть, спутывающих переменных. И тогда другой подход к этому может быть, это посмотреть, как, например, вот мы берем две группы людей и, например, смотрим там, как они отличаются по потреблению магния. Кто-то там с пищей много магния получает, может быть, кто-то добавочки даже какие-то пьет. И те люди, которые ничего не пьют, и у них, наоборот, маленькое потребление магния. И посмотреть, что у них там с риском развития тех или иных заболеваний. Значит, ну, действительно оказалось, что те люди, которые потребляют диеты и много магния, у них ниже риск развития сердечно-судистые заболевания, диабета, а также нескольких видов онкологии. То есть, например, рака толстой кишки, молочной железы, печени, пищевода. И было такое исследование странное, но про них я не помню, что... Просто дело не в том, что там они как-то пихакингом занимались, просто изначально там такая выборка была, что были только пожилые люди. Оказалось, что люди, которые потребляют больше магния, у них в целом лучше развита мышечная масса. А магния они откуда берут? Вот, это в основном диетический магний. То есть, это просмотрели по продуктам питания, сколько они получают. Вот. И, соответственно, ну, предположим, да, там, опять же, те люди, которые, например, мало едят и придерживаются там вегетарианской диеты или, например, они там, наоборот, какую-нибудь рафинированную фастфудом питаются, да, у них, соответственно, в диете мало магния. Вот. Оказалось, что это влияет также на силу выносливость, но тоже только на выборке у пожилых женщин. Ну, поэтому мы ничего не знаем там про молодых людей. Вот. Ну, и там была одна работа, которая показала, что те, кто много магния едят, соответственно, у них ниже тяжесть в течение коронаруистной инфекции. Но здесь вот в чем проблема? Здесь проблема именно в том, что это все корреляции снова. И здесь, опять же, сложно сказать, где курица, к яйцу. Потому что если человек климинодетически получает магний, то, например, магния много там в свежих овощах. То есть там салат, огурец. И кроме того, что человек получает магний с ними, он же получает на самом деле много чего еще. То есть мало того, что, в принципе, это человек, который ест овощи, значит, он уже сколько-то что-то там пытается заботиться о своей диете, о своем здоровье. Простите, этот магний входит в состав хлорофила или это какие-то соли органических кислот? Это и то, и то. То есть это и хлорофилл, и, соответственно, просто ферменты какие-то есть, которые тоже у этих растений есть. Ну и, соответственно, да, это просто магний в составе каких-то солей. Это может быть. Вот. Но, конечно, он лучше усвояем, если он в составе просто каких-то белков там находится. В составе чего? В составе белков. Если он в составе ферментов, то... А в составе, то есть там, я так понимаю, знаю, что вроде как кофе и чай вымывают магний. А магний-то в чем содержится? Я так поняла, что он в бобовых содержится и в ржаном хлебе. Я, например, не ем ни то, ни то. То есть получается что? Я без магния живу? Ну, на самом деле, как обычно, это красное мясо, рыба, свежие овощи, молоко и кисломолочные продукты. И цельнозерновые всякие истории. Вот. Да. Ну, на самом деле, очень много его еще в шоколаде, в орехах. Вот. И даже, на самом деле, в кофе тоже. Он тоже есть в большом количестве. Поэтому, в принципе, вот. Ну, можно сказать так, что, опять же, вот. Диета с высоким содержанием магния, да. То есть человек ест рыбу, предположим, свежие овощи, молочные продукты. И еще там на завтрак там какие-нибудь цельнозерновые каши. Вот. Ну, и как бы, и все такие, ага, вот он не болеет. У него там нет рака толстой кишки или заболевания кишечника, потому что он ест много магния. Вот. Ну, понятное дело, что там же еще и клетчатка, например, поступает со всеми этими вещами и куча других полезных вещей. И тот же кальций, и витамины. Вот. Поэтому, ну, тут сложно сказать, что это именно магний, да. Такой хороший, и во всем этом виноват и защищает, да. Вот. И здесь, соответственно, вот самый главный вопрос, это почему пьют магний. Это магний и память, да. Магний и когнитивные функции. Собственно, там было много тоже работ, которые показывали, что люди, которые потребляют больше магний, у них лучше сохраняются когнитивные функции с возрастом, да. Там это в основном исследуют на пожилых людях. Вот. Ну, и, соответственно, пытались установить какую-то связь с риском болезни Альцгеймера, но там сначала что-то нашли, потом вот самые современные мета-анализы ничего не заметили. Вот. Поэтому, да, скорее там как-то на риск болезни Альцгеймера потребление магния не влияет. Вот. Но, соответственно, были эксперименты на крысах, да, и вот там как раз эксперименты, значит, брали крыс и сажали их на диету, в которой мало магний. И сравнивали с теми крысами, у которых все было нормально. Ну, и оказалось, что те, кто вот сделал на диете с недотканком магния, они потом хуже справлялись с задачами на память, хуже обучались. Вот. А когда им снова давали магний, а у них там это все возвращалось в норму. Вот. Значит, типа магний... Ну, мы это до этого знали, да, и без этих мышей вот мы там обсуждали много разных функций, которые магний выполняет, и симптомы гипомагниями. То есть, по сути, это мыши в ситуации гипомагниями. Вот. И, ну, соответственно, в этот момент, да, действительно, большинство людей такие, ну, все, идем за магнием в магазин. То есть, такой полезный, классный. Но на самом деле дело в том, что у магния у него есть еще негативные. И сторона, да, то есть, это то, что тут называется там побочные эффекты, то есть, или, например, симптомы гипермагниемии. Вот. Ну, например, самое первое, это то, что вот магний, в принципе, астматически активный. Большинство добавок с магнием – это просто соли. Магния. А я напомню, что там прослабительное средство, там, простое советское средство – это сульфат магния, магния СО4. Да, поэтому если вы просто будете пить там магний в большом количестве, у вас, скорее всего, вот будет какой-то эффект обезвоживания, диарея, там, что-то, проблемы с пищеварением. Кроме того… Магния СО4, какое имел название аптечный? Я, честно, как я не знаю. Какая-нибудь, какой-нибудь там, не знаю. Сейчас посмотрим. СО4. Тульфат магний. Тульфат магний, магний СО4, так и имел. Так, это ты внутривенного. Ну, да, вот я просто вижу, что там типа магний, сульфат, порошок для приготовления растворения. Слабительное средство. Магний СО4. Ну, то есть не зря у меня жажда начинала меня мучить. Да, 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 вот только вот ничего каких-то других особых названий нет. Может быть, сейчас уже нет, может быть, раньше какое-то было, да. Ну, в общем, да, вот, собственно, это самое главное. Но кроме того, на самом деле есть, бывают и передозировки. То есть считается так, что где-то начиная с 500 мг в сутки, когда человек получает, может это приводить к гипермагниемии. И, например, это может привляться падением артериального давления, то есть гипотензией, тошнотой, слабостью, спутанным сознанием, нарушением ритма, зрения, головной болью. И на самом деле есть даже там около летальной дозы, это где-то 5000 мг. Если человек столько употребит, то там это может привести даже к нарушению, к такому фатальному нарушению сердца, потому что это не за тем грамотная остановка сердца, на самом деле это фибрилляция желудочков. Вот. Ну, соответственно, человек может даже умереть, если он слишком много магния получает. Да. Вот. Ну и, соответственно, кроме того, магний влияет на работу многих лекарств, то есть как бы сами лекарства влияют на уровень магния, но, например, магний влияет на всасывание тетрациклинов, то есть если вы употребляете какой-нибудь там доксициклин и пьете магний еще дополнительно, то вам нужно больше дозировку. Это сложно как-то рассчитать, то есть эффективность препарата будет меньше. Вот. Кроме того, он хуже, он усиливает действия там, побочные эффекты препаратов для снижения давления, особенно блокаторов кальциевых каналов. Вот. Он нарушает функционирование габапентина, кетамина, дигоксина и многих препаратов для лечения остеопороза. Вот. Кстати, может быть, поэтому, может быть, нарекает это, что Брайан Джонсон пьет много магния, и у него есть такие проблемы. Вот. Ну, кстати, есть еще проблема с тем, что магний, он как бы ассоциирован, там, высокое потребление именно магния ассоциировано с низким риском, там, рака толстой кишки и рака молочных желез, но при этом с повышенным риском рака легких. Вот. Как минимум один метаанализ есть, который это показывает. То есть если больше 300 миллиограмм магния человек сутки потребляет, значит, у него повышается риск рака легких. Это, наверное, тоже… 6 процентов. Ну, это… Сейчас я вам попробую сказать. Значит, ну, там относительный риск получается… Так, сейчас я скажу… Значит, если человек потребляет меньше 300 миллиграмм, то получается, что там, по сравнению с тем, кто 300 и больше, то получается там 0,89. То есть на риск, ну, то есть там на 11 процентов. 0,89, но только от чего? Ну, это вот если сравнивать между… Ну, да, там понятно, что риск рака легких очень маленький сам по себе. Да, вот. Ну, это как бы как все эти… Потому что, чтобы это поймать, такую разницу, она должна быть, по крайней мере, точность должна быть очень высокой. То есть, ну, вот вы сказали 0,89, да? То есть, по крайней мере, погрешность сигма должна быть на уровне, ну, одной трети. Значит, на уровне трех процентов. Три сотых, да? Три сотых погрешность должна быть. То есть, вы должны общее количество обработать, какое же, чтобы больных было там. Чтобы больных было минимум, так, три сотых. Это, значит, ой, это 10 тысяч минимум заболевания нужно просматривать, чтобы вот это вот отлавливать. 10 тысяч, кто употребляет магний, 10 тысяч, кто не употребляет магний, магний. Ну, там, в этом исследовании было, так, сейчас, около 60 тысяч всего участников. Да, тогда это можно поймать. 9 тысяч людей, у которых был рак из них. А, то есть, те, которые был рак, да? 9 тысяч. Ну, то есть, всего 60, но и 9 случаев. Флоринг квадратный из 9 тысяч в 80, да? А всего было 60. Так, 80 делить на 60 тысяч. Это 8 делить на 6 тысяч. Да, это получается 8 на 6. Это одна десятая процента. Да, точность была, это и обеспечена. Ну, это, опять же, тут все это на уровне, там, на уровне того, что там... Это доверительный интервал тут нормально, все, все хорошо. Ну, отлично, спасибо за такую оценку экспертную. Вот, да, то есть, ну, опять же, как всегда с этими исследованиями, то есть, правильно Борис Сергеевич сказал, что на самом деле вот этот эффект, который там показан, он, скорее всего, преувеличен, а значит, скорее всего, это исследование не могло бы его заметить. Так что, ну, как там и со снижением риска рака, так и с повышением здесь все это в кавычках мы берем, но просто сказать-то нужно, да? Вот. Ну, интересно, что более серьезная работа показала, что, в принципе, ну, по крайней мере, у японцев у них повышение потребления магния с пищей приводит тому, что повышается риск деменции, вот. Что повышается риск деменции. Риск деменции, да, особенно если это вот как раз нарушается соотношение магния-кальция в сторону того, что больше магния становится. Да, вот это такой тревожный звоночек. Ну, и, конечно, самое такое важное, что мы вот с вами говорили, Борис Сергеевич, как-то про механизмы памяти, мы говорили с вами, что вот один из вариантов долговременной потенциации в гиппокампе – это когда включаются дополнительные рецепторы, глутамату, и поэтому, соответственно, связь между двумя нейронами усиливается. Вот это вот включение дополнительных рецепторов, чтобы связь между нейронами усилилась, она происходит еще от того, что там вылетает ион магния, который их как бы блокирует, он как, я не знаю, с чем это можно смотреть, как пробка, да, вот такая магниевая пробка в этом рецепторе. Ну, и, соответственно, таким образом этот процесс обычно работает. Ну, и легко себе предположить, что если магния становится больше, то эта магниевая пробка не вылетает, да, потому что просто магния так много, что сделать это становится сложнее. Ну, и вот действительно была такая работа, которая показала, что вот если мы не… Вот одно дело, мы сравниваем мышей там и крыс, у которых был недостаток магния, да, но теперь мы попробуем сравнить крыс, у которых слишком много магния, с обычными крысами, и вы смотрите, как они обучаются. Ну, и вот оказалось, что те крысы, у которых было слишком много магния, им там водили просто флорид магния, у них… Они уже обучались, да, то есть действительно у них были проблемы с памятью. И это, наверное, какой вывод мы можем сделать, как бы вот из этих всех вещей, да, которые мы и за и против, это как… Он такой довольно тривиальный, может быть, даже скучный, но нужна золотая середина, да, то есть мало магния – плохо, много магния – тоже плохо. Вот, ну, это как бы, я вот не знаю, это каждый раз там биохакеры находят какой-то волшебный там новый золотой гравль, и они совершенно не видят берегов, где вот, если послушать, они говорят там, ну, пейте магния, столько, сколько сможете, да, там, типа вот у вас есть возможность там пить 500 миллиграмм в сутки, пейте 500 миллиграмм, а вообще по-хорошему надо там тысячу миллиграмм, еще что-то. Вот, но на самом деле есть рекомендации от американского общества, медицинского и европейского, американцы предлагают с пищей получать мужчинам 410, а женщинам 315 миллиграмм магния ежедневно, а европейцы предлагают поменьше, то есть 350 для мужчин и 300 для женщин. Вот, это вот… А, Владимир Иванович, а можно я спрошу такой вопрос? Вот когда вот эти вот даются характеристики, они с чем связаны? Они связаны с весом, потому что у меня, допустим, вес и рост среднестатистического российского мужчины. Мне все-таки как женщине есть или как мужчине? Ну, это сложно, да. Они просто берут, значит, как это делается, скорее это, да, то есть это больше всего это разница связана с весом, ростом, но здесь может быть и скорость обмена веществ, там, количество мышечной массы. В целом они просто берут, по сути, данные по популяции, по употреблению там магния и смотрят, соответственно, вот по гендерному составу, что там с заболеваниями, да, и они где-то находят это вот отсечение, где количество этого потребляемого магния, оно уже приводит конкретно к проблемам или когда недостаток на там потреблении магния тоже приводит к каким-то проблемам со здоровьем уже явным. Вот. Ну, поэтому, скажем, я бы просто брал среднее где-то между ними. Мне кажется, что это вообще, потому что там эти числа, они очень условные, да, там методики саммитерасчета, они иногда просто вообще даже отсутствуют, да, то есть, там просто из головы берутся, и там говорят, ну, давайте по советам, вот американцы, например, то есть, там у них нету какой-то четкой методики расчета этих дозировок, они просто там на основании большого количества исследований такие, ну, вот, мне кажется, что, наверное, где-то вот столько. Поэтому, вероятно, они немножко завышены, потому что европейцы, они все-таки там довольно сложные модели использовали, чтобы это все посмотреть, там, когда, где лучше эту границу провести. Поэтому я им больше как-то доверяю. Вот. И, наверное, вот лучше где-то в диапазоне от 300 до 350 миллиграмм получать, вот, с пищей. Но на самом деле, я думаю, что больше 100 людей, которые нас смотрят, особенно, которые следят за своим рационом, и они удивятся, потому что они, скорее всего, и так получают примерно в таком диапазоне, может быть, даже больше. Вот. И, на самом деле, очень важно понимать, что также эти агентства, они устанавливают, как бы, максимальное количество магния, которое человек может получать, в принципе, и с добавками. Потому что дело в том, что вот, как бы, получить передозировок, какие-то побочные эффекты от, там, пищевого магния очень сложно. Но это легко получить, если человек какие-то добавки использует. Да. Вот. Поэтому они считают, что с добавками, если вы европеец, нужно получать не больше дополнительно 250 миллиграмм. То есть это значит, что вы там с пищей какое-то количество получаете, но вы не знаете, например, вам лень считать. Поэтому, окей, если вы настолько ленивый, можете использовать добавки, но не больше 250 миллиграмм. А если человек сидит на диете, вот, то есть он диета для сброса веса продолжительная, там, может быть, год-два, если мы говорим о большом весе. Ну, это, мне кажется, там все равно это в основном овощи, поэтому это нормально. То есть там, опять же, легко просто взять... А, то есть получается, товарищи-любители карнавора, да, это они как? Они с магнием-то укладываются или как? Да, но они могут себя сами посмотреть, просто взять продукт питания и посмотреть, сколько там магния содержится, сколько они граммов укушают. Вот я думаю, что там с магнием это в меньшей степени проблема. Скорее там это проблема с железом. Железом у них будет и чем-то еще. Потому что, опять же, магния, действительно, это вот, ну что такое там эти 300-400 миллиграмм в день, это вообще малюсенькое совершенно количество, да. То есть это, я не знаю, дайте посмотрим, сколько, например, там в орехах содержания магния в орехах, да, значит, там в кешье 292 миллиграмма в 100 граммах содержится, да, там в миндале 286 миллиграмм на 100 граммах, кедровый орех 251 миллиграмм. Конечно, там он не висит целиком, всасывается, да. Ну, уже можно себе представить, да. Довольно вам надо, получается, 100 грамм кешью съесть, а это, простите меня, 600 калорий. Ну, как бы... Ну, так это только из кешью, да. А так вот там, например, какие-нибудь пшеничные отруби, там 448 миллиграмм, там, вот, просто в семечках, кстати, довольно много, 317 миллиграмм, оказывается. Вот в молоке, в семечках, семечках, да. Да, вот, потом просто в овощах, фруктах там полно, да, то есть в каком-то количестве. Если в целом так посчитать, то окажется, что эти 300 миллиграмм человек-то вполне себе набирает легко за день. Вот. Да, поэтому, наверное, может быть, в этом... Это гораздо проще получается, и биодоступность больше, чем если человек в виде добавок это принимает, потому что, опять же, добавки, они более астматически активные, и у них биодоступность намного ниже. Вот. И опять же, там очень сложно правильно подсчитать дозу. Мышинство производителей этих биодобавок, они особо там вот не заморачиваются с этими вещами. Особенно опасно там... Ну, кстати, есть еще такой трансдермальный пластырь типа с магнием. Ну, вот там есть... Была статья про то, что там... Которая так и называлась. Типа очередной миф про трансдермальный пластырь. Ну, и про то, что, типа, на самом деле нет каких-то нормальных доказательств. Вообще оснований считать, что таким образом через кожу магний может поступать в организм. Да, поэтому... Я знаю, что есть любители, которые там и закидываются добавками, еще пластырь насекли. Соли, соли, ванны с магниевой соли принимают для похудения. Да, ну, ванны там бух с ними, да, пускай вот. Ну, просто, чтобы они знали. Ну, и как всегда, да, лучше, соответственно, правильно поставить диету, как бы добавить себе овощей в рацион, там, каких-нибудь орехов. Это никогда не вредно. Да, то есть это только... Это полезно по многим причинам, в том числе и по поводу того, что действительно там повышается количество клетчатки. Вот. Ну, в общем, вот такая вот история. Наверное, это то, что мы можем сегодня рассказать про магнию. Пойду куплю завтра кешью. Да, вот лучше поесть кешью, да. И отрубей этих пшеничных кефир залью. Я фанат просто псиллиума, он наименее для меня мерзкий на вкус. Я обычно его заливаю с кефиром и ем. Вот. Ну, он такой как бы вот. Ну, вот теперь попробую еще купить эти самые отруби, которые пшеничные. Интересно. Так, что-то еще добавить, Владимир Иванович? Да, нет, наверное. Мне кажется, на этом можно и закончить. Ну, хорошо. Начинаем благодарить и напоминаем публике, что у Владимира Ивановича есть канал, который называется Дисфорра. Ф пишется как PH, а на конце 2R, Дисфорра, а после DY. Вы можете подписаться на Бусти, Владимир Иванович, а также вы можете подписаться на канал Бориса Сергеевича. У него есть тоже Бусти, у него есть, если вы Ютуб премиум, и вы будете его там большим другом. А также вы можете совершенно бесплатно подписаться на мой Телеграм-канал, дорогая Елена Борисовна. Вот. И, в общем, подпишитесь на всех нас, шлите деньги Владимиру Ивановичу Борису Сергеевичу, потому что, в принципе, мы делаем такой вот большой труд, который вам приходят всякие люди и пуча глаза расскажут, что если вы не будете принимать эти таблетки, вы умрете. Если вы съели кусочек пончика, вы на 300 тысяч лет уменьшили свою там, значит, жизнь. Карму, карму-то пусть портят. Карму-то ладно, там буддисты уже отмоют. Да, вот это вот, все эти пончики. А тут вообще просто рассказывают, что все, как говорится, довольно сложно и не так все легко. Ну уж, а как действовать, выбирайте вы сами. Ну, хорошо. Спасибо, публике родной. Завершаем мы запись. Владимир Иванович мысленно машет руками. Показывай сердечко. Да, он показывает все.